Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я приятно удивлена... Мы обязаны уничтожать все на своем пути к достижению цели, необходимой всему человечеству. Все его помыслы устремляются к Наполеону, в котором он видит сильную личность, правящую толпой. В нашей с вами истории персонажи — это целые страны, и у них есть свои Наполеоны. Как результат, внешняя политика этих стран отражается негативно на экономике мира, и особенно на странах СНГ и Европейского Союза. Мировая экономика с ее отдельными странными участниками, которая работает как живой организм, который работает складно, когда его части здоровы. Экономика России, которая без санкций проявляла хандру, симптомы хандры сейчас подвергаются настоящему испытанию по законам Дарвина. Когда Россия показала зубы, кислород начал перекрываться. Чиновникам и бизнесменам запрещают въезд на Запад, замораживают их зарубежные счета. Банкам и госкомпаниям в сфере энергетики и оборонки практически запретили рекомендоваться за рубежом. Ответные санкции России также не прошли бесследно. Страна импортирует 40% продовольствия, которое было запрещено. Диагноз аналитиков — рецессия в 2015 году. Снижение ВВП на процент или больше. От персональных санкций выросли до секторальных, анатомически выражаясь, встали ударом в пах. Сектор энергетики под явным прицелом, туда, куда мы и относимся. Особенно на нефть и газ приходится 70% российского экспорта. Это 515 миллиардов в год долларов. И более половины федерального бюджета. Они сильно ударили по бизнесу нефтянки. Россия и Европа особенно ослабили экономику друг друга больше других. На данном слайде наглядное изображение санкционных коммуникаций. Фиолетовые — это те страны, которые ввели санкции против России, получили ответный. А желтенькие — это которые ввели, но реакции не последовало. Извиняюсь. Срок годности санкций — один год. Но все надеются, что Европа свои санкции уже снилит как можно скорее. Мы в это верим. Это было бы прагматично. Итак, потери России. Начнем с прошлых годов, которые в принципе не считаются, но только для сравнения. За первый квартал этого года иностранные инвесторы вывели из России 70 миллиардов долларов, а за второй — 90. Фича ожидает в следующем году оттока до 100 миллиардов. Центральный банк пока что перекрывает пустоты и помогает с ликвидностью. Здесь хотелось бы отметить также, что Кремль пригрозил, что откажется выплачивать свою задолженность банкам США. Напомним, что корпоративный долг России превышает 700 миллиардов. Уинстон Черчилль как-то сказал, что репутация державы, точнее всего, определяется суммой, которую она смогла, способна взять долг. Это потери западных санкций. Западные санкции уже потеряли 40 миллиардов евро из-за санкций против России. А вот ущерб от ответных санкций пока что еще не было ценой. Общий долг от ВВП, продолжаем мысль Черчилля, огромные цифры, просто умопомрачительные, невероятно, но факт, в мире есть долга в два раза больше, чем денег. И если сегодня мировой долг составляет 55 триллионов долларов, и все эти купюры долларовые выложите в стопку, то получится 12 стопок, которые дотянутся до Луны. Если приглядеться госдолг, здесь внешний долг России составляет 720 миллиардов, и здесь рассчитываем госдолг как процент ВВП, получается такая картина. Конечно, долг России на фоне других стран, определенных таким долговым временем, и выглядит не так уж и ужасно. Интересно, кто дает долг, здесь всем видно, что основная территория это Китай. Итак, мы дошли до последствий на горнорудном бизнесе. В принципе, вот эти три проблемы, они являются самыми основными, но на фоне давящих макропоказателей последствия антироссийских санкций на нашем секторе пока что не кажутся такими катастрофическими. Северсталь распродали активы США, председатель совета директоров УРОКа и от санкционных списков, проблемы с ликвидностью Мечила, в принципе, они были. Кроме этого, мы выделяем следующие три проблемы. Нехватка капитала, поставки оборудования реагентика. И, в принципе, без слов можно представить текущую ситуацию в этой картинке. Проблема ликвидности усугубилась в 2014 году в условиях внешнего давления и отключения российских заемщиков от мировых рынков капитала. Повышение ставки ведет к поражанию кредита и усиливает риски дефолтов компаний заемщиков. Здесь хотела бы отметить, что больше 2,3 или 72% из СИО российского корпоративного долга сосредоточены в энергетическом секторе. И приходится на срок погашения в 2015 году. Ужасно. Остальные 28%, куда минералов наши относятся, вот указаны желтеньким. Именно в этом году из-за этого, вследствие такого матюрити, срок погашения возникнут проблемы. И, конечно же, после введения санкций возможности ее финансирования долго и резко снизились. И мы теперь уже в не очень завидной ситуации. В принципе, она и не была завидной. Но здесь немножко обновим некоторые данные в продолжении данных Евгения. На Лондонской бирже IPO не было. Причем 23 горника заявили о потенциальном делистинге. Не оправдывают себя эти расходы. Без IPO в 2014 году на Московской бирже, на Австралийской 2, на Торонской 14. Но здесь дела получше. В принципе, так и остался горный сектор Глитар-Ви. И всего лишь 40 миллиардов было поднято в этом году. Займы у нас цветут. Евгений вам довольно подробно рассказал. Особенно хотелось бы выделить синдицированные займы. Успешные примеры. Евразов, Еврахим Усольский. Дью-Диллитженс, которого наложил Варбел Армстронг. И также Евраз. Едем дальше. Атака извне. США предрекают санкции против России в обход через Зимбабве. Потому что Россия подписала сделку на разработку платинового месторождения. Огромнейшего. Ирану продолжение. Ну и также банки. BNP, Bariba уже понесли потери. В связи с предыдущими санкциями на предыдущие страны. Теперь же этого опасаются все. Здесь еще проблема compliance. На corruption. Напомним, что Россия является ключевым поставщиком множества металлов. Доля рынка. Просто внушительные цифры. Еврозона остается покупателем номер один. И выручка больших конгломератов российских зависит от этого рынка сбыта. Если же последует следующий раунд санкций, скорее всего он придется на горнорудную индустрию, чтобы добиться, всем поставить на колени этот сектор энергетики. И тогда, по оценкам Morgan Stanley, цены на сырье поднимутся в связи с ограничением рынка. И они поднимутся, может быть, даже до 60%. И российские компании начнут рассматривать другие рынки сбыта. Хотелось бы напомнить, что нам нужно следить за этой тройкой очень пристально. Золото, потому что Россия предпринимает все попытки и вместе с Китаем избавиться от зависимости доллара, нефти доллара, чтобы покупаются большие... Выполняются запасы золота в центробанках. Договора заключаются не в долларах. Товары, сырье, даже нефть, газ между Китаем и другими странами будет продаваться уже в национальных валютах. Уголь связан, конечно, с Донбассом, потому что 80% Донбасса поставляется, а вот и с Украины. Уран. Уран, в конце концов, цена на уран должна подняться, но здесь дешевый уран из Казахстана может быть закончится. И по ряду других причин это все может быть толчком для... Ну, такой ход развития может быть и вероятен, но все-таки будем надеяться, что дальнейшие санкции не последуют. Про доллар хотелось только бы заметить, что на самом деле это может повлечь очень сильные последствия. Непонятно, к чему эти попытки России соскочить в доллары приведут, но точно ни к чему хорошему в краткосрочной основе. В дальнейшем, на 2015 год у нас прогноз неутешительный. Ну, в принципе, все не так уж и плохо, когда посмотришь на бюджетный баланс других стран, которые, в принципе, в таком моду собираний давно живут, но, к сожалению, мы не печатаем доллары. Итак, подведем итоги. Жизнь после санкций, когда они закончатся, в принципе, мы установили, что пока что горнорудная индустрия не испытала на себе такие катастрофические. Но на фоне макроэкономических проблем мороз похоже. Экономика России не была готова переносить эти последствия. И сейчас она не готова. Но задний ход уже не дашь. Рост экономики заменится. Непонятно, что будет с ценами на сырье. Увидим. Но также будет многое зависеть от дальносрочных перспектив доллара. Ожидаем худшего, но надеемся на лучшее. И в любом случае российская держава останется стоять на ногах с санкциями или без. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.